С нами на связи Алексей Буряченко, кандидат политических наук, глава Международной Ассоциации Малых Городов. Здравствуйте, рада вас видеть. Друзья, приветствую, рад видеть и приветствую всех наших уважаемых телезрителей. Итак, Кит Келлок будет назначен Трампом на должность спецпредставителя по вопросам Украины и России. И вот Трамп, говоря о своем выборе, заявил, что вместе мы обеспечим мир благодаря силе и сделаем Америку и мир снова безопасными. Какая миссия будет у Келлока и, как думаете, куда он поедет сначала, в Киев или Москву? Ну, вы знаете, как по мне, очень важный сигнал сегодня мы получили, ну, как сегодня, да, после опубличивания информации по спецпредставителю, потому что это генерал, это человек с огромным опытом, причем реальных боевых действий, который не понаслышке и не в теории разбирается в вопросах безопасности, причем работал он почти во всех последних, скажем так, военных операциях, где принимал участие Соединенный Штаб. Но он не классический, только военный, потому что после выхода уже в отставку со своих военных позиций он перешел на политические должности, но должности в сфере безопасности. Он даже в свое время возглавлял, он был секретарем похожей структуры на РНБО в Украине, что обеспечило вопрос о национальной безопасности. Поэтому, да, для нас это очень четкий сигнал, что Трамп продолжает вести свою линию и будет достигать, как он говорил, мир через силу. Вот, кстати говоря, ровно в таких же формулировках после встречи в Нью-Йорке между Трампом и нашим президентом Владимиром Зеленским, говорил и Зеленский. И вот тут очень важно, что наше стратегическое видение, стратегическая рамка, если хотите, абсолютно совпадает с видением, соответственно, Трампа. Вот, поэтому, да, даже из тех комментариев, которые спецпредставитель дал уже, становится абсолютно очевидным, что Соединенные Штаты, конечно же, не откажутся от поддержки Украины. А более того, он критиковал демократов за то, что они очень долго и вот этой вот пипеточной помощью помогали Украине, сказавши, что действительно Украина, ее стабильность и ее, в принципе, выживание, в том числе, оно будет реализовано через ее усиление. Он даже очень интересный какой-то параллель привел для того, что Украина должна быть новой Спартой для Европы. Что такое Спарта? Конечно же, для нас это насыщение, в том числе и западным оружием, разработка своего оружия и размещение ресурсов военно-промышленного комплекса, как наших ключевых партнеров в Европе, так, соответственно, и участие военно-промышленного комплекса Соединенных Штатов Америки. Поэтому действительно мир через силу с таким человеком, который понимает, что такое сила, я думаю, будет реализовываться намного динамичнее и намного прямолинейнее, чем это был бы просто, например, какой-то политик или дипломат. Ну все же, куда, думаете, он в первую очередь поедет? В Киеве или Москву? Я думаю, что, смотрите, я думаю, что вопрос стоит задавать немножко по-другому. Сейчас все, что происходит в наших глазах, это усиление позиций Трампа еще до его инаугурации. Вот что происходит. Поэтому вопрос, кто поедет или кто куда позвонит, он тут не актуальный. Послушайте, если до 20 января, а это, напомню нашим уважаемым телезрителям, дата инаугурации нового президента Соединенных Штатов, будет усиление Украины как политическое, так и военное, то на самом деле тут не особо важно, кто куда в первую очередь будет звонить. Для нас абсолютно очевидно, и про это говорил уже не один раз наш президент, что у нас есть формула мира Украины, то есть видение стратегическое справедливого мира для Украины. И опять же, посылаясь на нашего президента, то, что он говорил в публичном пространстве, я напомню, что мы видели возможный, гипотетически возможный диалог только с участием партнеров, только с участием посредников. Но было сказано, например, как были зерновые соглашения, помните, тогда были эти два трехугольника, где общей гранью была, соответственно, Турция и Организация Объединенных Наций. То есть это может быть шестивугольник, пятиугольник, там Индия, например, Китай, Соединенные Штаты, Европейский Союз. И насколько мы понимаем, новый спецпредставитель, опять же, в своем последнем, в первом интервью, сказал, что он также видит в перспективе проведение диалога с Российской Федерацией и именно с участием посредников. То есть для нас это также важный сигнал, что нас не подталкивают переговором, как говорят некоторые средства массовой информации, в том числе и западные, как по мне, внося определенную дезинформацию, и иногда даже подыгрывая в этом самом Российской Федерации. Никто Украину в прямые переговоры с Россией подталкивать не собирается. Ну потому что это абсолютно очевидно, что мы ни до чего не договоримся, а это неинтересно ни Китаю, ни Европе, ни Соединенным Штатам. Потому что прежде всего, если брать сторону того же самого Китая, которое важно для Российской Федерации, я акцент этот делаю на Китае не просто так, прекращение войны для него чрезвычайно важно. Я уже молчу про то, что Китаю точно не нужна какого-либо ядерная эскалация. Поэтому да, сейчас происходит взаимодействие с действующей администрацией Джо Байдена, ну поскольку он еще действующий президент, он верховный главнокомандующий, он по сути курирует Пентагон, но взаимодействие происходит уже с Трампом. И это чрезвычайно важно. И вопросы по так называемой дальнобойности, то есть использованию западного оружия вглубь территории РФ, каким-то абсолютно дивным образом реализовались после встречи Трампа и Байдена в овальном кабинете Белого дома. Вот мне кажется, что вот этот конструктив, который сейчас с собой несет Трамп, хотя помните, до выборов очень многие говорили, что это будет анти-эстеблиншмент, что все будет неконтролируемо и непрогнозируемо. Происходит пока, друзья, ровно наоборот. Трамп показывает принципиальность, Трамп показывает конструктивность, и мы видим сейчас взаимодействие действующего президента Соединенных Штатов, демократа и еще, скажем, новоизбранного президента Соединенных Штатов, но еще не инаугурированного, собственно говоря, Трампа. Вот мне кажется, вот именно на линейку этого взаимодействия и стоит обращать особое внимание, потому что что-то будет публично на фасаде, а что-то из-за уровня этих взаимодействий останется за кулисами еще до инаугурации Трампа. А вот когда произойдет инаугурация и будет, скажем, залит фундамент сильной позиции Соединенных Штатов, вот мне кажется, тогда, когда уже будет, скажем, полностью оформлена команда и наработаны политики, в том числе и по регулированию российско-украинской войны, Трамп вступит полноценно в игру, вот как он любит, с позиции силы, потому что слабые сделки Трамп не заключает. Накануне прошло заседание Совбеза ООН, созванное по просьбе Украины из-за российских обстрелов. После удара баллистической ракеты, которую в Кремле называют «орешник» под Днепру, Украина призывает страны-члены ООН осудить безответственную ядерную риторику России. Об этом заявил постпред Украины при ООН Сергей Кислица и подчеркнул, что дальнейшие действия РФ будут напрямую зависеть от силы и решительности реакции мира. Вот какой должна быть реакция стран? Ведь только осуждений и обеспокоенности этого мало. Смотрите, вопрос тут непростой. Действительно, наша дипломатия делает абсолютно правильно, что выводит в максимальную публичность то, что Российская Федерация начала эскалировать, используя против мирных жителей, против мирных городов Украины, вообще межконтинентальную ракету. Это, конечно же, демонстрация, угрожающая демонстрация, прежде всего, для западных стран. Ну и, скажем так, проигнорировать, соответственно, такую эскалацию со стороны Российской Федерации точно нельзя. Потому что тут использование Северной Кореи. Буквально сегодня прошла информация про то, что новая партия баллистики опять же пойдет с Северной Кореи. До этого Иран, взаимодействие с Китаем. Тут уже вообще межконтинентальные ракеты. Ну, то есть все эти вещи, конечно же, нужно проговаривать на наивысшем уровне. Это РАДБЕС, Организация Объединенных Наций. Понимая, я даю себе отчет, к огромному сожалению, что никаких решений там принято не будет. Потому что постоянные члены РАДБЕСа, такие как Российская Федерация и Китай, любое решение, конечно же, заблокируют. Но наша цель в данном случае не в этом. Наша цель этот вопрос поднять на официальном уровне и, соответственно, зафиксировать в юридическом смысле. Все эти материалы, они лягут в судебные разбирательства, в трибунал против Путина, против тех, кто вел войну против Украины. И, конечно же, все эти материалы, как подтверждающие факты, лягут потом в основу наказания, как персонального, так и в целом для Российской Федерации. Ну и более того, это прекрасная возможность еще раз показать всему миру, с кем они разговаривают. Чтобы таких вот подобных звонков Шольца, которые были среализованы Путину, чтобы их не было. Потому что для всех должно быть очевидно, что Российская Федерация при путинском режиме это наибольший деструктивный элемент современной архитектуры безопасности. И задабривать, соответственно, такого зверя, как помните, ранее так формулировал Боррель, главный дипломат, уже экс-Европейского Союза, точно не стоит. Поэтому да, поэтому это не простой путь, это не линейный путь, который, к огромному сожалению, прямо, может быть, не даст нам какого-то сильного буста, но посредственно он, конечно же, мобилизирует и наших партнеров, прежде всего, и к пониманию того, что нужно именно реализовывать мир через силу. Про то, что мы только что буквально говорили относительно Трампа, что нужно заниматься вопросами и собственной безопасности. Ну, пора было ожидать, действительно, чтобы не только Трамп об этом говорил. Да, действительно, потому что показательный был удар, а реакция, как обычно, обеспокоенность. Еще одна новость, коротко хотелось бы ее обсудить. Европарламент накануне утвердил новый состав Еврокомиссии. Президент Зеленский пожелал успехов, отреагировал на это и подчеркнул, что Украине есть все шансы, чтобы в течение пяти лет, пока комиссия будет исполнять обязанности, Украина стала полноправным членом Европейского Союза. Как думаете, реально ли такие вот заявления воплотить в жизнь? Друзья, сейчас, конечно же, состав Еврокомиссии с такой пролонгацией от Русулы Фонда-Ляйен, соответствующими комиссарами, прежде всего по вопросам евроинтеграции и безопасности, которые реализованы от наших ближайших партнеров, Балтии, это прежде всего спецпредставители от Эстонии, от Литвы. И, конечно же, я думаю, обеспечит на уровне Евросоюза стабильную поддержку Украины, это на 100%. И евроинтеграционный, скажем так, путь на Украину, конечно же, будет довольно-таки прогнозируемым, конструктивным и динамичным. Но сейчас давать прогнозы дело довольно-таки неблагодарное, потому что оно, мне кажется, довольно некорректно. Прежде всего, Европейский Союз сейчас должен заняться вопросами внутренних реформ, потому что их принятие решения консенсусом, когда, по сути, они зависят то от Венгрии, то от Словакии, то от какой-то еще третьего государства, не могут принять важные для себя вопросы стратегического направления, вопросы, скажем, по усилению безопасности самой Европейского Союза, через политические манипуляции, в том числе ультраправых, это слабые стороны сейчас Европейского Союза, которые они должны, вот как раз за каденцию пятилетия Урсулы Фондер-Ляйн, как главы Еврокомиссии должны, конечно же, будут решить сами. И вот тут мы будем сближаться уже параллельно друг к другу. Еврокомиссия и Европейский Союз в целом понимают, что Украина по факту уже есть их членом, более того, это гарант их безопасности и более того, международной субъектности, потому что Украина есть той силовой компонент, которого так не хватает сейчас на Европейском Союзе, а Украина, конечно же, будет синхронизировать собственную нормативную составляющую и другие принципы работы, как внешние, так и внутренние с Европейским Союзом. И вот как раз, скажем так, это сближение с двух сторон к общей точке и реализует так или иначе наши евроинтеграционные стратегические приоритеты. Вы знаете, учитывая, какие сейчас вызовы поставлены перед Европейским Союзом и ту решительность, которую сейчас будет проявлять Урсула Фонда Лянь, потому что у нее выбора просто другого нету, может быть, мы, скажем так, подойдем к полноценному членству и до окончания, соответственно, ее каденции. Но все равно, учитывая, опять же, что у нас война, что нам необходимо будет и со своей стороны сделать большую домашнюю работу, я думаю, что мы все равно должны ориентироваться где-то примерно на дату 2030 год, то есть как раз где-то в районе пяти лет. Поэтому, да, это чрезвычайно позитивный прогноз, но так или иначе я соглашусь с позицией нашего президента, что еще за каденцию Усулу Фонда Лянь, за эту каденцию Украина имеет реальные шансы стать полноценным членом Европейского Союза. Да, действительно, как вы сказали, очень большая домашняя работа должна быть проделана. И еще один вопрос, да, о событиях в Грузии. Там правящая партия «Грузинская мечта» уже назначила выборы президента на 14 декабря, инаугурация на 29-е уже намечена, то есть очень быстро. И примечательно, что впервые президента будут выбирать не население, а избирательная коллегия из 300 человек, это новшество в Грузии. И «Грузинская мечта» даже уже назвала своего кандидата, это бывший футболист Михаил Кавилашвили. Учитывая новую систему выборов, наверное, нет сомнений, что он победит. Какие есть риски для Грузии? У нас есть минута. Сложно за минуту, но давайте пробовать. Смотрите, да, действительно, действующий системный координат, и что, скажем так, про европейские и продемократические силы к огромному сожалению в Грузии не смогли объединиться, не смогли показать свою состоятельность. И то, что пророссийская, грузинская мечта, как танк буквально, идет к монополизации власти в Грузии и, по сути, отдачу ее в руки Кремля. Сейчас вот такими выборами президента Грузии выбивается вот такой последний камешек в фундаменте на того, на кого могли рассчитывать про демократические силы. Я имею в виду, конечно же, действующую президентку Грузии. Теперь, когда президент, опять же, будет от правлячи по партии грузинская мечта, ни о каком противодействии внутреннем политической оппозиции, речи, к огромному сожалению, уйти уже не будет. Более того, функции президента, они будут значительно уменьшены, то есть формализированы по большому счету для того, чтобы даже перспективы такого противостояния не возникало. Ситуация в Грузии остается ровно такой, какой она была и ранее. Сейчас судьба Грузии в руках самих грузин. И на самом деле они сами для себя, прежде всего, должны принять решение, куда они идут. Либо в сторону демократии, свободы, Европейского союза, ценностей, либо в сторону Российской Федерации. Действительно, будем надеяться, что протесты снова станут такими же, как, по крайней мере, были весной. И грузины смогут выбрать демократическое будущее. Алексей, мы вас благодарим за время, которое уделили нам. Алексей Боряченко, кандидат политических наук, глава Международной ассоциации малых городов, был с нами на связи. Freedom теперь WhatsApp. Узнавайте всю правду о войне России против Украины и самые оперативные новости первыми в нашем канале. Freedom только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова